здравствуйте дорогие мои друзья сегодня мы поговорим про линукс нет ничего плохого про линукс говорить не буду у нас интересная новость которая касается энергетики павел амельяненко прислал просто охренительную новость которая касается отечественных атомных станций большое спасибо ему то что он предоставил на любой станции будь то тепловая станция будь то атомная станция нужна автоматизированная система управления сокращенно осу что такое осу когда на щите управления например вот у меня на станции стоит компьютер да он показывает какие защиты сработали он показывает какие процессы про происходит например на котле что-то либо не работает не срабатывают какие-то либо ошибки начальник смены звонит осушнику осушник приезжает чаще всего забирать системный блок уезжает и приезжает снова устанавливает все дальше работать у нас на станции все это дело работает под windows 2000 согласитесь довольно надежный продукт продукт но всем нам понятно исходя из последних политических новостей что не может особенно российская федерация использовать зарубежную зубугробу операционную систему в такой отрасли как осу так вот решено создать операционную систему на базе alt linux она же база alt для осу на атомных станциях я прекрасно понимаю что сейчас тролли скажут все теперь все атомные станции взорвутся ничего я думаю не взорвется тем более в атомной отрасли русские энергетики одни из лучших мире если взорвется в россии взорвется на территории республики беларусь у нас стоит точнее создается атомная станция в островце где два реактора ввр 1200 и две современных российских турбины будет стоять который будет вырабатывать 1200 мегаватт каждый я предполагаю что там будет стоять та же самая операционная система что и на российских атомных станций кто-то сейчас скажет блин взорвется как в чернобыле дело в том что я тоже предполагаю что никто не будет устанавливать на rbmk 1000 который например работают на ленинградской аэс данную операционную систему а реакторы ввр за всю историю вообще никогда не взрывались да и вообще хватит уже в stalker играть уже задолбали переиграли некоторые почему выбрали именно база alt база alt это старейший дистрибутив который как раз имеет огромный опыт по внедрению в разные такие узко специализированные отрасли именно линукс я бы сказал что astra это лучший военный дистрибутив alt это лучше корпоративный дистрибутив рассажа это лучше десктопный дистрибутив отечественной очевидно что вы никто бы на такую роль не поставил бы какого-нибудь очередного выродка redhat я не имею ввиду саму операционную систему redhat я имею ввиду эти всякие операционная система ось светогор яйца горы дтп которые просто берут redhat перебивает копирайты и берут из государственных денег себе откаты ясно что там нет просто-напросто таких специалистов которые вы взяли на себя такую ответственность надеюсь вы уже поняли что такое осу если не сработает какая-нибудь защита виновата будет как раз вот эта вот система поэтому я думаю что тут вообще какой-нибудь шарлатанство просто-напросто не прокатит тут все серьезно пока говорить можно много но пока данная операционная система не поступит на вооружение энергетиков все это пока еще слухи хотя новости как понял довольно весомая alt уже включена в состав защищенных систем цифровой платформы осу и будет неизбежно внедряться а я пока заканчиваю новость всем пока спасибо за внимание думаю схожу на речку отдохнул скоро конец лето нужно помочить булки в речке всем пока спасибо за внимание